Добрый вечер, уважаемые коллеги! С вами Елена Ходова и программа «Открытый урок с просвещением». Сегодня мы открываем новую серию уроков, которая будет посвящена вопросам финансовой грамотности, а также тем цифровым образовательным ресурсам, которые существуют в помощь учителю в этой области. У нас уже был первый опыт проведения таких уроков в рамках предмета по обществознанию. И у наших зрителей возникло много вопросов, в первую очередь организационных и, конечно же, методических. И мы обратились к нашим партнерам, Банку России, с которым совместно издательство просвещения выпустило новое УМК по основам финансовой грамотности для 9-11 классов. И сегодня серию уроков, которые будут проводиться при поддержке Банка России, открывает Ольга Викторовна Ухалина. Добрый вечер, Ольга Викторовна. Добрый вечер, здравствуйте. Я вас представлю. Ольга Викторовна является консультантом управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества, службы по защите прав потребителей, финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России. Все правильно? Спасибо, да. Спасибо. Итак, и сегодня у нас в студии присутствуют приглашены эксперты. Это Мищенко Ирина Сергеевна. Добрый вечер, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, преподаватель высшей категории, заведующий отделением дополнительного профессионального образования и заместитель директора Московского банковского колледжа Банка России. Рязанцева Оксана Петровна. Добрый вечер, Оксана Петровна. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, преподаватель высшей категории, доцент Московского банковского колледжа Банка России. И Шепелева Елена Александровна. Добрый вечер, Елена Александровна. Добрый вечер. Заведующий отделением организации учебного процесса и очного образования Московского банковского колледжа Банка России. Итак, нашими главными героями стали сегодня учащиеся 10 класса. Школа 494 имени Героя Российской Федерации Рожкова. Ребят, добрый вечер. Представитесь? Давайте по очереди. Меня зовут Герасимов Родила. Так, очень приятно. Меня зовут Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Меня зовут Кристина. Меня зовут Иван. Меня зовут Даня. Меня зовут Валерия. Хабиб Барракат. Отлично. Ну что ж, ребят, прежде чем начнем урок, мне бы хотелось у вас узнать. Скажите, вот если вы планируете купить какую-то дорогую вещь, ну какую-то значительную покупку сделать, то что вы перед этим, какие действия совершаете, как вы планируете эту покупку, что вообще необходимо для того, чтобы можно было приобрести вещь какую-то дорогостоящую? Средства. Совершенно верно. Находим капитал. Так. Хорошо. А каким образом можно спланировать эту покупку? Рассчитать, каким образом и откуда мы возьмем деньги. Так. То есть нужно понять, откуда мы возьмем деньги. Так. Хорошо. Что еще необходимо? Ну, наверное, рассчитать свой доход, чтобы знать, сколько уйдет затрат на покупку. Совершенно верно. То есть у вас есть какие-то расходы, да, и если вы планируете какую-то значительную сумму потратить, то вам нужно, в общем-то, рассчитать, а хватит ли вам средств. Скажите, а вот кто-то из вас вообще планировал, составлял вот такой расчет? Да, было дело. Покупали вещи в школе, например. Ну, это, наверное, больше родители принимали в этом участие, да? Да. А для себя вот что-то, какие-то вы проводили расчеты, если вы понимаете, что вы хотите какую-то вещь приобрести, вот вы знаете, что вам, например, на день рождения какую-то сумму подарят. Или это больше спонтанно происходит? Наверное, это больше спонтанно. Спонтанно. Понятно. Ну что же, я надеюсь, что после сегодняшнего фрагмента урока вы задумаетесь о планировании, в том числе и своего бюджета. Да, я думаю, что, конечно, после этого урока вы уже начнете делать какие-то финансовые планы, начнете делать финансовые планы и будете делать это более или менее качественно. Да, ну, спасибо. Итак, начнем. Да, спасибо огромное. Но прежде чем начать этот наш урок, я хочу сказать о том, что Банк России очень заинтересован в том, чтобы основы финансовой грамотности распространялись как можно на большее количество школ. И в данном случае мы выступаем трансляторами некого опыта преподавания, который уже был опробирован на Московском банковском колледже Банка России, чтобы как можно большее количество учителей прониклись этой идеей и поняли, что финансовая грамотность необходима сейчас для детей, но и не только для детей. И мы, конечно же, готовы сотрудничать со школами, готовы сотрудничать с учителями, чтобы помочь им в этом процессе. Ну, а сейчас, мои дорогие, мы с вами начнем. И прежде всего я хочу вас спросить о том, что такое человеческий капитал. Вот увидите, я уже открыла для вас некую страничку электронного учебника, и вы можете увидеть здесь определение его. Его можно скопировать себе в заметочке для того, чтобы оно осталось у вас на память. Можете ли вы мне прочитать кто-нибудь из вас определение, что такое человеческий капитал? Ну, это интеллект, здоровье, особенности характера, способности и талант. И таланты. Прекрасно. А теперь продемонстрируйте, пожалуйста, свои способности и таланты. Расскажите о вашем конкретно личном человеческом капитале. Итак, Родион. Ну, я занимаюсь боевыми искусствами, и в дальнейшем собираюсь построить на этом карьеру. Здорово. Дальше. Михаил. Ну, для меня человеческий капитал – это образование и спорт. Я занимаюсь футболом. Да, отлично. Футбол. Для каждого человека способности и таланты – это разные. Отлично. Для меня способность, моя способность – это умение играть на музыкальном инструменте. Умение играть на музыкальном. Кристина. Ну, для меня это именно мой характер. То есть я очень ответственно подхожу к любому делу. Угу. Дальше. Вань. Ну, мой человеческий капитал основывается на моей харизме и особенном характере. Особенном. Да, можешь продемонстрировать харизму. На особый случай тоже выше бы это сделать. Супер. Та. Дальше, Дань. Мой человеческий капитал основывается на моей общительности с людьми. Ну, и в дальнейшем я думаю, что это может мне помочь с профессией, потому что я могу занимать какие-то руководящие должности. Отлично. Здорово. Мой человеческий капитал основывается на, наверное, моем интересе к музыке и умении играть на музыкальном инструменте. Да. Саби. Мой человеческий капитал оценивается как играние на гитаре. Игра на гитаре. Супер. Та. Тоже увлекаетесь. Музыка. Да. Ну, я тоже продемонстрирую свой человеческий капитал. Я детский писатель и пишу книжки для детей. А теперь, мои дорогие, к человеческому капиталу привязаны некоторые принципы. То есть он у нас есть, правильно? Но всех разные, только два получились у нас одинаковые или близкие друг к другу. Скажите мне, пожалуйста, принципы, как вы считаете? Что теперь с этим человеческим капиталом нам можно сделать? Итак, это можно тоже увидеть на страницах электронного учебника, но я бы предложила вам подумать самим. Итак, что с вашей способностью можно предпринять для дальнейшей вашей жизни? Капитал нужно приумножать. Приумножать. Каким образом? Развивать. Развивать. Да, каким образом? Заниматься. Трудиться, супер, да? Беречь капитал. Что? Беречь капитал. Беречь. Каким образом? Ну, сберегать, откладывать. Подожди, стоп, стоп, стоп. Как ты отложишь свою способность? Что у нас с тобой было-то? Беречь. Каким образом? Если ты обладатель голоса какого-то уникального, да, то ты его сбережешь для того, чтобы в конечном итоге потом конвертировать во что-то, да? Еще один принцип, еще одна способность, возможность капитала личного. Это какой? Человеческого это какой? Конвертировать. Конвертировать во что? Что это такое? В деньги. Ну, как бы свои способности. Как ты свои способности, умение играть в футбол можешь конвертировать? Ну, например, если я, например, стану футболистом, буду играть в какой-нибудь хорошей команде, то я буду получать за это деньги. Да, правильно. И все остальные могут вашу способность личную, ваш человеческий капитал, конвертировать в деньги. Еще во что-то можем конвертировать? Я, например, конвертирую во что? В компанию или читать книги. То есть понимаете, что не обязательно в деньги его конвертировать. Есть такие вещи, которые конвертируются не только в материальное благо. Итак, да, откройте, пожалуйста, пункт 1.1 учебника, если он у вас еще не открыт. И посмотрите, что такое человеческий капитал. Вы мне совершенно правильно уже ответили на этот вопрос. И посмотрите, пожалуйста, в том числе, основные принципы, которыми нужно руководствоваться. При оценке своего капитала, при определении своего капитала. Конвертация, его преумножение. И что еще? Его сбережение. Дальше идем. А теперь я хочу вам вот что сказать. Если все эти три принципа соблюдены, то необходимо некоторые осуществлять действия для того, чтобы они воплотили в жизнь. Для того, чтобы все эти принципы капитала были соблюдены, нам необходимо научиться строить планы. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-нибудь строил планы? Ну вот просто планировал что-то? Ну да. Да? Как вы это делаете? Ну, например, чем я могу заняться на выходных? Встретиться с кем-нибудь и куда-то пойти. Мы же должны до этого договориться и уже определить, куда мы пойдем, с чем мы будем заниматься. Смотрите, вот мы все разные. Вы сейчас мне доказали, иллюстрируя свой человеческий капитал. Но тем не менее, я могу вам сказать, что каждый из вас стремится к рациональности. Да? И вот сейчас Кристина нам это тоже продемонстрировала. Я не случайно задала этот вопрос. И первое, что я хотела бы услышать, строите ли вы планы или вы их не строите? Да? Есть же люди, которые действуют спонтанно, приходя в магазин. Вы знаете, маркетологи все время говорят, что не надо приходить в магазин голодным. Почему? Потому что ты больше захочешь. Потому что набросишься на любую еду, купишь то, что нужно и то, что не нужно. То есть есть люди, которые принимают какие-то решения достаточно спонтанно. Но я хочу вам сказать, что все-таки человек по своей сути рационален. Даже если он действует спонтанно и не по плану, то он стремится к рациональности. Хотите, я вам это докажу сейчас? Мои дорогие, я бы попросила троих человек из вас подойти сейчас ко мне. Можно я выберу сама? Пусть это будет Родион, пусть это будет Иван, пусть это будет Лера. Ваня, микрофончик, ребят, возьмите, пожалуйста. Да, да, да. Спасибо. А теперь, мои дорогие, обратите внимание, то, как двигались ваши коллеги. Родион, почему ты пошел так? Я же тебе сказала, подойди ко мне. Ну, мне было так удобнее, я решил обойти. Обойти? Ты просто пошел за микрофоном, правильно? Потому что возникла вторая задача. Цель была прийти сюда, но возникла вторая задача, поэтому ты сначала пошел за микрофоном. Лера, как двигалась, обратили внимание? Да. Она обошла, да, нас? Да. Как двигалась Иван? Он взял микрофон и сразу подошел к вам. Он сразу подошел к вам, да? Скажите, пожалуйста, почему вы не двигались ко мне прыжками? Почему вы шли шагом? Потому что так удобнее. Кому? Малым. Меньше затрат. Меньше затрат, конечно. То есть, когда вы были маленькими, наверняка вы прыгали и понимаете, что если бы вы двигались прыжками, то вы затратили бы больше энергии, да? Ну и потом это не очень бы красиво выглядело вот в этой как раз таки аудитории, да? То есть, ваш мозг запомнил некую последовательность действий, которая была бы вам самой эффективной, да? Менее затратной. Несмотря на то, что я ставила вам еще какие-то задачи, да? То есть, мы сейчас с вами стремимся к рациональности. Вы не стали двигаться, вы не обошли это кругом, вы подошли ко мне. И прежде всего, вы не отказали мне, да? Вы не сказали, а зачем? А почему? С какой целью? И зачем я должен сюда подойти? То есть, мы, в принципе, все стремимся к рациональности. И это сейчас мы все проверим, да? Спасибо, мои дорогие, садитесь. А теперь, вот микрофон на место, да? А теперь скажите, пожалуйста, если бы я, то есть, то, что они двигались таким образом, всем понятно. А если бы я поставила на пути ваших коллег тумбочки, вот эти тумбочки, которые бы мешали вашему свободному движению, скажите, пожалуйста, изменилась бы ваша траектория движения, как вы думаете? Лера? Да, 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 то есть, понимаете, вы составили в голове план, ваш мозг сделал это автоматически, вы практически не думали о том, что вам, что вам приходится делать. Это правильно, Родион? Да, да, ты просто пошел и все, потому что твой опыт, это, твой опыт, твой мозг и твой опыт это доказывают. Если я поставила бы тебе тумбочки, то ты бы думал, с какой стороны, например, ее обойти, правильно? И как сделать так, чтобы дойти все-таки, прийти как можно быстрее? Так вот, если есть какие-то обстоятельства, которые меняют ваши планы, зачем их делать, скажите мне, пожалуйста. Чтобы добиться результата. Чтобы добиться результата. Вы же понимаете, в каком мире мы живем сейчас, да, и планировать что-нибудь, чтобы это ни было в данном случае, очень сложно. Все меняется молниеносно. Зачем планировать? Зачем планы, вернее, стоп, неправильно говорю, зачем планы? Сложный вопрос? Чтобы достичь цели, наверное. Чтобы достичь цели, еще раз говорю, вот этой цели можно было достичь с большим трудом, нежели в первый раз, да? Нужно планировать? Хорошо, не буду я вас больше мучить. Дорогие мои, посмотрите, пожалуйста, в интернете, что такое план. Кто быстрее сможет, прочитайте нам, пожалуйста, как сеть трактует понятие план. Что такое план? Лер, нет? Да, я нашла. Давай, читай, зачем научишь. План – это заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. Правильно, план – это некая последовательность мероприятий. А теперь скажите мне, пожалуйста, слово план, понятие план отличается чем-то от понятия планирования? План – это ряд обдуманных. План – ряд обдуманных, а планирование? Хорошо. Это действие. Это распределение, наверное. Эффективное какое-то распределение вот этих действий, правильно? Ну-ка найдите тоже, Лер, там где-то недалеко должно быть планирование. Да, читай, читай. Планирование – это оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность процессов, связанных с постановкой целей и действий в будущем. Вы понимаете, да? Теперь скажите мне, пожалуйста, разницу между планом и планированием вы чувствуете? Да. То есть можем ли мы говорить, что вот в таком высокотехнологичном и быстро изменяющемся мире план – ничто, а планирование – все? Можете вы с этим согласиться? Нет, наверное. Почему? Потому что без плана не будет планировать. Нельзя никогда ничего планировать. Нельзя никогда ничего не планировать. Почему? Потому что я тебе наставила вот здесь в тумбочек, я же могу наставить просто так, что ты вообще не дойдешь, правильно, Дань? Но у тебя было планирование дойти, понимаешь? Есть некая какая-то цель, поставленная преподавателем. Так вот, да? План можно корректировать? Можно. Можно, а планирование можно корректировать? Мне кажется, нет. Нет, да? Вот я хочу просто вам объяснить разницу в том, что планирование и план – это разные вещи. И в нашем мире, в котором все меняется так быстро, все-таки необходимо продерживаться планирование. А план можно корректировать. План – это четкая последовательность действия планирования, это некий процесс в движении, процесс во времени. Согласились со мной? Но, по крайней мере, для размышления я вам некоторую пищу дала. Сейчас на планшетах, мои дорогие, вы продемонстрируете вот эти навыки и возможность, способность планировать. Откройте, пожалуйста, эту программу и составьте мне логическую последовательность событий из предложенных кейсов. Будьте добры. Я вам дам на это совсем немножко времени, потому что это совсем несложное задание. Возможности нашей программы дают вам сделать это быстро, дают вам сделать это достаточно просто. Ольга Викторовна, а давайте пока ребята выполняют задание, покажем нашим зрителям. В программе сейчас есть текстовые блоки, которые ребята сейчас будут расставлять. Распределять, да, расставлять различным образом, как они считают необходимым, для того, чтобы составить некую, по заданию составить некую последовательность, логическую последовательность событий. Ой, Лена, почему? Давайте сейчас уменьшим немножечко, чтобы было видно зрителям полностью. И те блоки, которые так, соответственно, ну вот мы ставим, например, первый блок, да, под ним предположим следующий, рисуем связь, да, между блоком. Дальше перемещаем следующий блок, также устанавливаем связь. Пересесть на метро, потом, например, здесь необходимо у нас встретиться с кем-то, да, допустим, это будет Виктор. Да, ну и, например, что-то вот так с ним связь установили. Так, все, коллеги, вы уже справились с заданием? Можно кто-нибудь один из вас прокомментирует и покажет нам то, как он сделал это? Да, есть готовые? Да. Да, кто, Даня? Давайте так. Можешь прокомментировать? Мне встать или могу сидеть? А можно сидеть, как удобно? Ну, у меня, получается, с первым пунктом получилось так, что я вышел из дома, но потому что все остальные действия никак нельзя выполнить, не выйдя из дома. Соглашусь, да. После чего я позвоню Виктору, потому что... Даже как объяснить? Ну, просто позвоню Виктору по какой-то причине, абсолютно любой. После чего я нашел остановку, ну, приблизительно, которая находилась рядом со мной, чтобы добраться до места встречи с Виктором. После чего взял троллейбус М1. Из-за того, что троллейбус, он идет ровно до того места встречи, я пересел на метро. После чего я прошел по улице, уже дошел до точного места назначения. Встретил Виктора, обсудил с ним все дела. После чего вызвал такси, чтобы доехать до дома обратно. При этом вспомнил то, что мне нужно домой купить продукты. Зашел, купил продукты и вышел у Добронинского рынка, где меня даже... Да, смотрите, да, спасибо огромное, Даня. Использовал все кейсы в данном случае. Скажите, пожалуйста, есть такие учащиеся, которые не использовали все кейсы, все квадратики, да? Я не использовал позвонить Виктору и встретить Виктора, потому что я посчитал, ну, это лишний затрат. Это лишний, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас поставил себе в данном случае цель, какую хочет достичь человек, выполняя вот эту последовательность действия? Да, я поставил. Да, какая цель была у вас поставлена? Купить продукты. Купить продукты вы, правильно, супер. Кто-то другую цель поставил? Найти остановку. Найти остановку, молодцы. Понимаете, давая вам это задание, я намеренно опустила цель, которую необходимо, чтобы достиг каждый из вас, выполняя стыковку, логическую стыковку этих кейсов, да? И, по сути дела, эти понятия были неким набором действий, лишенных определенного смысла, да? То есть, если мы ставим одну цель, получается одна цепочка. Если мы ставим другую цель, получается другая цепочка. Но Даня у нас молодец, он как абсолютный мужчина, он сложил все кейсы в одну цепочку, да, сделал очень серьезную работу. Итак, я должна была здесь вам продемонстрировать, что невозможно составить цель, невозможно составить план, не выбрав определенную цель. Вы поняли этот вопрос, вы достигли понимания этого? Вам понятно было, да, что для того, чтобы осуществить вот эту логическую цепочку, нам необходимо прежде всего было поставить некую цель? Почему я заострила на этом вопрос? А потому что формирование целей является самым главным пунктом при составлении какого бы то ни было плана. Самым главным пунктом, будь то финансовый план или будь то обычный план, который мы с вами составляем. Скажите, пожалуйста, что еще необходимо нам будет с вами сделать для того, чтобы составить план? Как вы считаете, откройте, пожалуйста, пункт 1.4. Что необходимо еще сделать для того, чтобы… Принять решение. А? Принять решение. Принять решение еще что? Составить личный план, как и на что тратить деньги, где-то что потратить на продукты, где что на проезд. Где что на проезд. Как это назвать общим словом? Распределение. Альтернатива, да? Альтернативное достижение этого пути. Вы понимаете, каждый из вас пришел ко мне сюда своим собственным путем, и он посчитал его самым эффективным для себя. Правильно? Вы все вместе не вышли вот через вот этот выход и не подошли, вы выбрали путь, который вам почему-то показался самым эффективным. То есть при составлении плана нам необходимо зафиксировать цель, необходимо выбрать некие альтернативные пути и необходимо выбрать некий вариант, который будет приемлем исключительно для вас. Откройте вот сейчас принятие решения пункт 1.2 и посмотрите в конце параграфа, да, сознательное принятие решения, будет вам демонстрировать эти этапы. Определение цели, подбор альтернатив и выбор лучшего варианта. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то требования к цели, к финансовой цели, неважно? Есть ли какие-то требования? Как вы думаете? Она должна быть конкретной. Что такое конкретность цели? Ну, то есть ты должен понимать ее. Что еще раз? Понимать, то есть у тебя должно точно все. Купить слона. Ты понимаешь, это конкретная цель, да? Она должна быть реалистичной. То есть человек должен понимать то, что если он что-то хочет, то он должен понимать, что это реальность. То есть ему не получится из какого-то другого места достать ему средства, чтобы купить себе что-нибудь. Нет, Кристина, можно же купить слона, если ты цирковой какой-то работник, и тебе для того, чтобы какое-то мероприятие провести, необходима слона, правильно? То есть опять-таки в определенных обстоятельствах это будет абсолютно нормальная цель некая, да? Итак, запомнили вот эти этапы? Вы сможете мне повторить потом в конце занятия, что необходимо для того, чтобы сделать планирование, какой набор элементов, какой набор этапов вы должны пройти? Запомните, да? Три этапа, пожалуйста. Так, прекрасно. Планирование, план планирования мы с вами определили. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы принять решение, для того, чтобы достичь цели, да, что необходимо сделать? Вот вообще элемент принятия решения – это очень важная вещь. Вот, например, Родион мог бы мне сказать одно. Вы знаете, Ольга Викторовна, я не могу к вам подойти, потому что у меня болит нога. Правильно? Ведь с какой стати он должен был подходить? Правильно? У него могут быть какие-то обстоятельства, которые ему бы затруднили вот это достижение этой цели, да? Родион принял решение определенное. Так вот, принятие решения – это тоже очень важный элемент, очень важный навык в планировании и в финансовом планировании тоже. Потому что вы всю свою жизнь будете делать очень важные шаги, одним из которых является принятие решения. Вот почему взрослый отличается от ребенка? Только тем, что взрослый может правильно, корректно и грамотно принять определенное решение. Если вы достигли такого возраста, когда вы можете грамотно, конкретно и правильно принимать решение, то вы можете себя уже относить к разряду взрослого человека. И это тоже очень важно в вашем финансовом плане. То есть необходимо сделать так, чтобы достичь этой цели, да? Каким-то образом тем, который будет вам наиболее максимально эффективен. А теперь мы с вами поговорим вот еще о чем. Посмотрите, для того, чтобы принять решение, необходимо разделить их на три типа, да? Прочитайте, пожалуйста, пункт 1-2 учебника. Какие решения может принять человек? Мы сегодня тоже уже с вами говорили. Человек делает спонтанно некоторые действия, да? Читаем, кто сможет, кто нашел? Мгновенное решение, сознательное решение и сознательное решение. Сознательное и сознательное решение. Вот скажите, вы когда планируете, какую большую часть решений принимаете, каким образом вы делаете это? Сознательное. Сознательное? А это безсознательное и мгновенное. И мгновенное, да? По-разному это все делается. Все зависит от ситуации. Тут тоже плана нет. Какая ситуация, Кристин, будет провоцировать принятие мгновенных решений? Например, тебе срочно нужно, вот тебе поставили перед фактом то, что, не знаю, позвонила мама и сказала то, что точно не могу сейчас. Ну что-то сделать, да, срочно что-то сделать. Обжегся. Обрёгся, да. Что тогда ты делаешь? Какое решение ты принимаешь спонтанно? Спонтанно сразу убираю руку. Убираешь руку, а дальше? А дальше там под холодную воду, просто уже на бессознательном или мгновенных решениях уже то, что нужно засунуть под холодную воду руку. Даня, скажи, пожалуйста, засунуть под холодную воду это бессознательное решение или сознательное решение? Ну, я думаю, это больше бессознательное, потому что я просто так и не сломал, если бы не знал, что это мой друг может помочь. Правильно, конечно же. Вы понимаете, вы говорите о бессознательности, а на самом деле вы когда-то уже подумали, Или опять-таки ваш опыт подсказывает, что когда вы обожглись, что должны сделать, чтобы облегчить вам страдания? Под холодную воду, как минимум. Вы понимаете, что вот эти решения, где у нас бессознательно принимает руководство с интуицией, мгновенное решение принимает рефлекторное, вот Даня отдернула руку, это вот эти решения. А сознательное решение принимает после отбора и анализа информации, что требует времени и усилий. Скажите, пожалуйста, при планировании какой приоритет, каких решений вы должны восстановить? Сознательное решение. То есть эти могут быть, потому что бывают ситуации в жизни, когда необходимо быстро очень принять это решение. Но опять-таки они должны быть основаны на каком-то опыте. И вы когда-то сознательно уже подходили к этому выбору, к этому вопросу уже обдумывали его и уже предполагали некую последовательность действия. Принимать решение очень сложно. Это очень серьезный навык, который вам необходимо выработать при принятии решения. Итак, мы с вами подводим небольшую черту. И вы должны мне сказать сейчас те понятия, которые остались в вашей голове после того, как мы с вами побеседовали. Итак, какие три этапа мы при планировании будем иметь в виду? Называйте. Определение цели. Ок, дальше. Выбор, альтернатива. И потом уже выбор лучшего варианта. Выбор лучшего варианта, отлично. Дальше. Принятие решения – нужный навык? Принятие решения – нужный навык? Да. Да, безусловно. В этом смысле нам потребуется этот навык обязательно. И еще человеческий капитал. Еще раз, что такое человеческий капитал? Это способности, интеллект, здоровье, индивидуальность человека. Итак, молодцы. А теперь мы с вами подходим непосредственно к финансовому планированию. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Что такое финансы? Денежное имущество. А найдите, пожалуйста. Расход-доход. Да, расход-доход. Супер, да, потому что они обязательно связаны с бюджетом, с расходом и доходом. Найдите, пожалуйста, мы с вами давайте отправимся в, наверное, в бухгалтерию домашнюю 1.3. Да, расход-доход. И я вам скажу, что финансы – это не только деньги. Это более широкое какое-то понятие. Широкое понятие, если вы откроете интернет и в Википедии найдете это слово, то вы увидите разную трактовку в зарубежной литературе, в нашей отечественной. Мы с вами, основываясь на базовых знаниях, на уроках финансовой грамотности, будем говорить о том, что финансы – это некие отношения, в которые вступают люди по перемещению, по размещению, по перераспределению денежных ресурсов. То есть это не совсем деньги, это не очень правильно. Итак, для того, чтобы финансовое планирование осуществлять, для того, чтобы ваш личный план был грамотно финансово спланирован, нам необходимо понимать, что такое доходы и расходы. Вот бюджет переводится как? Как вы думаете, нет информации в голове у вас? Как переводится бюджет? С французского, если я не ошибаюсь, это называется кошелек. Те процессы, которые происходят в кошельке, известны вам, да? Туда что-то попадает с вашей помощью, и оттуда что-то убирается точно так же с вашей помощью. Так вот, бюджет – это некий процесс, правильно? Сопоставление доходов и расходов. Скажите, пожалуйста, вам понятие сбалансированный бюджет знакомо? Сбалансированный бюджет. Что это такое? Это когда доход и расход предельно одинаковые, наверное. Предельно одинаковые, предельно равные, да? Ну хорошо, отличные, потому что иногда бюджет может быть сбалансированный, но они могут быть неравны по разным причинам, да? Есть такие ситуации, когда это допустимо. Итак, скажите, пожалуйста, доходы бывают одинаковые, да? Будем это так называть. То есть доход бывает из разных источников, но доход – это некий процесс за знаком «плюс» в ваш кошелек. А расходы бывают разные. Вот на страницах учебника найдите мне, пожалуйста, определение того, какие бывают расходы. Расход бывает обязательно и не обязательно. Приведете пример кто-нибудь из вас? Ну, обязательно это на личные нужды. Дома, например, нет хлеба, допустим, надо купить, чтобы было что есть. Не обязательно это на личные нужды. Увидел в магазине игрушку и хочешь купить. Хочешь купить, хочешь не купить, а хлеб можно купить белый, можно черный, можно выбрать бородинский, можно не бородинский, да? Хорошо, фиксированные, да, если я уже за вас отвечаю. Фиксированные расходы. Что такое фиксированные расходы? Приведите пример какой-нибудь, мои хорошие. Полин. Полин. Фиксированные расходы повторяются регулярно и в одинаковом размере. Пример. Абонентская плата, например, за телефон ваш, это будет фиксированный расход? Да, будет. Конечно, фиксированный расход. Вы понимаете, для того, чтобы расходами управлять, необходимо их по этим пунктам разнести. Правильно? Почему? Какими расходами мы можем с вами управлять? Скажите, пожалуйста. Фиксированными расходами мы будем управлять? Да. А? В каком-то смысле да. В каком-то смысле да, в каком-то нет, потому что они есть и все, фиксировано за каждый период. Да, вот есть плата за телефон абонентская, ты можешь ее уменьшить? Можешь, конечно, если обратишься. Изменишься. Тариф, например, как вариант, но тем не менее, они есть, независимо от того, хочешь ты или нет. Какими управлять расходами мы можем? Не обязателями, наверное, правильно? Вот для того, чтобы понимать в вашем личном финансовом плане какие-то возможности и резервы для снижения расходов, необходимо разместить все ваши расходы по этим пунктам и непосредственно ими управлять. Обязательными расходами абсолютно необходимы. Можно управлять обязательными? Да. Ты поставил все цели и покупаешь, что хочешь. Подожди, подожди, подожди. Квартирная плата – это обязательный расход? Да. Ты можешь ее уменьшить или не платить? Не платить нет, но уменьшить не можешь. Но можно, конечно, подумать, каким образом уменьшить. Допустим, тратить меньше воды, экономить воду или, например, экономить свет. Или уменьшить высокопотребляющие энергетические какие-то количества энергетических приборов. Тоже можно. Но, в принципе, эти обязательные платежи необходимо в свой личный финансовый план заложить и управлять ими очень сложно. В данном случае все резервы находятся только в группе необязательных расходов. Согласны со мной? И это то, что вам тоже необходимо запомнить. Смотрите, да, определение нашли. Сейчас я вам хочу предложить одну очень интересную вещь, которую я предлагаю, как правило, когда мы финансовую цель рассматриваем на занятиях. Для того, чтобы опять-таки сделать финансовый план, первое, что мы необходимо, должны сделать, это поставить финансовую цель. Можно вас попросить сейчас на том листочке бумаги, который у вас есть перед вами, написать некую финансовую цель, которую вы поставите себе, например, через три месяца. Итак, еще определение финансовой цели. Понимаете, что такое финансовая цель? Лера, интернет открыт. Кто может быстренько найти, что такое финансовая цель в интернете? Хабиб, нет? Не получается? Миша самый первый, я смотрю. Даня. Привет. Так. Что-то такое смешное нашел, Миш. Нет, это в книжке. Конечный результат, выраженный в денежном эквиваленте, который мы хотим достигнуть. Конечный результат, выраженный в денежном эквиваленте, который мы хотим достичь. Конечный результат, который мы хотим достичь, выраженный в денежном эквиваленте. Молодцы, супер, да? А теперь напишите себе для примера некую маленькую финансовую цель, которую вы планируете достичь через три месяца. Можете это сделать на бумажках. Сами себе. Сделайте себе первый этап построения личного финансового плана. Прям одну минуточку даю. На три месяца? Через три месяца. Я вам горизонт поставила, да? Некий горизонт, который вы должны соблюдать. Вот через три месяца, Миш, как ты думаешь, что ты можешь в материальном плане достичь? Ну, например, сэкономить тысячу рублей бабушке на подарок. Как вариант, да? Ну, например, что-то купить. Или что-то скопить. Или за что-то заплатить, например. Вот я заплачу за свой телефон сам. Сделали? Трудную задачу поставила. Да, еще раз говорю, финансовое планирование это тяжелая штука. Итак, есть результат? Написана финансовая цель? Написано? Нет, еще, да? Ну, хорошо, давайте еще пару минут дам. А теперь, мои дорогие, те, кто записал, сверните эту бумажку в четверо. И положите себе в карман. Сегодня 31 октября. И в конце января откройте, пожалуйста, эту бумажку и посмотрите, достигли вы ту финансовую цель, которую сейчас запланировали на этом уроке. Хабиб сразу что-то другое начал писать. Итак, договорились? Не надо вам напоминать, я просто не знаю, как это сделать. Не надо вам напоминать, чтобы вы не забыли об этом. Итак, в конце января 2017 года, откройте, пожалуйста, правильно я посчитала 3 месяца, да, ведь? В конце января 2017 года, пожалуйста, откройте эту бумажку и посмотрите, есть ли у вас навык некий, да? Во-первых, постановки цели, во-вторых, движение туда, во-первых, подбор альтернатив и решение максимально эффективного для вас варианта. Так, мои дорогие, сейчас я вам, наверное, предложу позаниматься на тренажёре, да? Наш учебник позволяет проверить те знания, которые у вас есть. Я сейчас открою вам тренажёр. И по тем знаниям, которые вы приобрели сегодня, вот как бы используйте знания, которые вы приобрели сегодня, вы мне поможете этот тест пройти. Все вместе мы обсудим. Договорились? Итак, все видят, да, у вас есть пункти 1.4, можно открыть. Правая и верхняя стрелочка позволят вам войти в опцию тренажёр, и вы увидите всё это на своих планшетах, если кому-то не видно с доски. Итак, первый вопрос читаем. Что из перечисленного входит? А давайте вы знаете, как сделаете? Давайте вы сделаете сами, да, а потом мы вместе проверим. Я дам вам на это, буквально, там вопросов, по-моему, немного. Я дам вам на это парочку минут. Тренажёр, Миша, справился? 1.4. Да, ок. Обязательно, прежде чем перейти к другому вопросу, вам необходимо на кнопку «Ответить» нажать. Если вы не сделаете этого, то вас не перебросят следующий вопрос. Итак, парочку минут для того, чтобы вы сами проверили свои знания, а потом мы все вместе это всё обсудим. Ольга Викторовна, я хотела бы нашим зрителям, пока ребята выполняют задание, показать содержание пособия учебника, да, учебного пособия «Основы финансовой грамотности», и чтобы наши зрители, наши коллеги написали нам в чат, а какие же темы, которые в данном пособии есть, наиболее, может быть, вызывают больше всего сложности, да, может быть, какие-то вопросы возникнут. Давайте сейчас вот мы закроем тренажёр. И ещё раз покажем. Вот мы первый сегодняшний урок посвятили глава 1 «Личное финансовое планирование». Да, уроки у нас запланированы и в течение каждого месяца. У нас будут такие уроки проводиться по основам финансовой грамотности. И я предлагаю нашим коллегам написать в чате, а какие же темы наиболее интересные и наиболее актуальные из того перечня тем, которые поднимаются в данном пособии, было бы интересно рассмотреть. А мы, соответственно, тогда уже по этим темам будем двигаться. И в течение учебного года, да, будем идти и рассматривать темы и показывать уроки. Да, вот в данном случае был сделан некий микс такой из вот этих первых четырёх тем. Безусловно, они заслуживают большего внимания и большего рассмотрения, более подробного рассмотрения. Но основная цель была составление личного финансового плана, поэтому все остальные темы были косвенно затронуты на этом занятии, на данном занятии. А в пособии ещё, Ольга Викторовна, давайте пролистаем, покажем тоже нашим коллегам структуру пособия. Есть глава депозит, есть глава кредит, есть расчётные кассовые операции, раздел, который включает в себя вопросы страхования, инвестиции, глава шестая, пенсионные вопросы и вопросы, связанные с финансовыми махинациями. Это некий такой практический кейс, который позволит использовать все эти знания, которые были приобретены раньше для того, чтобы вот как можно меньше сталкиваться с этими проблемами в будущем, в своей повседневной жизни. Коллеги, пишите нам в чат, какие темы вам наиболее интересны. Друзья мои, вы закончили, да? Давайте мы с вами вернёмся к нашему заданию. Тренажёр. Итак, выберите верное утверждение. Вопрос один из четырёх, всего четыре вопроса. Вопрос может быть большое количество, но мы в рамках нашего занятия, достаточно такого компактного, выбрали только четыре вопроса. Итак, выберите верное утверждение. Инвестируя в человеческий капитал, можно его приумножить? Да. Так, окей, дальше. Реализовать краткосрочные цели сложнее, чем долгосрочные? Нет. Как вы думаете ещё? Вы знаете, я бы на этот вопрос ответила так, смотря какие цели долгосрочные, смотря какие краткосрочные. То есть однозначно на этот вопрос я бы не дала ответ, да? Но, с другой стороны, конечно, в долгосрочном периоде, когда мы отодвигаем горизонт планирования, будет сложно вообще представить, что в нашей жизни. Да, сегодня я говорила вам о том, как изменяется всё. Давайте его не будем ставить, да? Бюджет включает как доходы, так и расходы человека. Правильное утверждение? Да, совершенно верно. Чтобы избежать импульсивных покупок, эксперты рекомендуют заранее составлять список необходимых покупок. Право они? Да. Почему? Потому что какая разница, будет ли у тебя список, если ты что-нибудь увидишь в магазине и заходишь в это. А ты если спонтанно делаешь покупки, да, то не важно твой список, просто ты не будешь обращать внимания. Даже если ты идёшь со списком, что-нибудь видишь на полке, ты это захочешь, ты не возьмёшь этого. Ну, наверное, да? Опять-таки, опять-таки, Вань, знаешь, здесь какая штука? Чтобы избежать импульсивных покупок, избежать, Вань, избежать. Не знаю, как по мне, это не поможет. Ну, тем не менее, как вы считаете все остальные? Да, конечно, да. Чтобы избежать этих покупок, план надо составлять. Личный финансовый план нужно регулярно корректировать. Право ли? Личный финансовый план. Да. Планирование может быть и нет. Потому что это может измениться в любой момент. Что-что? Ну, финансовый оптимизм в абсолютно любом моменте. Ставим галочку, пишем ответить, идём вперёд. Какие требования предъявляются к финансовой цели в процессе принятия решения? Говорили сегодня тоже. Ну-ка. Реалистичность. Ну, реалистичность, конкретность, и она должна иметь определённый... Да, ставимся три. Правильно? Ответить. Вперёд. Что из перечисленного входит в человеческий капитал? Иммунитет и болезни. Иммунитет и болезни. Потому что это личные качества. Иммунитет и болезни. Ну, это, ты понимаешь, если ты за своим здоровьем следишь, можно отнести к этому. За своим здоровьем следишь, занимаешься спортом, закаляешься. Не, ну, я сравниваю с этими тремя, то как бы... Да, если выбирать из трёх, я соглашусь, да. И первое его тоже можно отнести, но это там должно ещё дополняться что-то личное. Ну, с другой стороны, да. Но, с другой стороны, близкие друзья, человек, который некоммуникабельный, не обладает какими-то, да, там, навыками хорошей коммуникации, не будет иметь близких друзей. То есть этот пункт тоже можно отнести, согласно со мной? Да. Правильно? Давайте поставим и тот, и другой. В общем-то, можно отнести... Ну, может быть, согласен. Я не спорю. С чего рекомендуется начать составление личного финансового плана? Выбор стратегии достижения целей, формирование сбережений, определение личных финансовых целей и подбор альтернативных способов... Определение личных финансовых целей. Правильно, я тоже так думаю. Итак, наверное, мы ответили на все вопросы. И теперь у нас с вами выходит, мы видим результат. Три из четырех ошибка, что из перечисленных входит человеческий капитал. Правильно я понимаю, да, одно и третье? Да, мы можем нажать на этот вопрос и увидеть, что мы выбрали. Мы выбрали иммунитет, да, то есть друзей все-таки как бы в этот список не включают, да, но опять-таки мы так и предположили, да, что иммунитет это то, что человек, в общем-то, и человек, что можно отнести к человеческому капиталу, свое здоровье. Так, ну молодцы, да, все так ответили, у всех такой приблизительный результат, да, правильно? Родион, так? Да. А теперь, мои хорошие, я вам самое сложное задание даю сегодня. Вы молодцы, справились с тем, что я вам предложила блестяще. И вам теперь необходимо продемонстрировать навык составления личного финансового плана. Я понимаю, что это сложно, я понимаю, что могут быть ошибки. Пожалуйста, вот в учебнике у нас с вами внизу, да, вот прямо в содержание войдите, есть такая вкладка «Практическое задание». И вы помогите, пожалуйста, вашему коллеге, вашему сверстнику Сергею приобрести телефон. Я сейчас вам дам расходы и доходы этого человека, а вы должны ответить на вопрос, сможет ли по тому списку расходов и доходов Сергей через полгода купить себе, что он должен купить себе новый телефон за 15 тысяч рублей. Я должна вам сказать, что сейчас точка отчета, точка отчета вот этой покупки, точка период отчета, это нынешнее время, то есть октябрь месяц, да, то есть через полгода, когда это у нас будет, скажите мне, пожалуйста, я дам вам достаточно много времени для того, чтобы вы ответили на этот вопрос. Вы можете использовать возможности учебника и в Excel выбор в определенный шаблон, внести, разнести доходы и расходы этого человека и потом соотнести их, да, соотнести их по размеру и понять, будут ли у него ресурсы, будут ли у него деньги на приобретение этой вещи, да. Сможете, справитесь? Итак, я еще раз говорю, точка отчета, сегодняшняя дата. Скажите, пожалуйста, у него вот есть некая система финансовых доходов и есть некая система финансовых расходов. Сопоставьте их по доходам и расходам и ответьте на вопрос, сможет ли или нет. И при чем я усложняю вам задачу. Если все-таки этот человек не сможет купить долгожданную вещь через полгода, каким образом вы советуете Сергею достичь своей цели, если вообще такие советы возможны, если такие варианты, если такие предложения существуют, по вашему мнению? Что? Альтернатива. Альтернатива, конечно, да. Итак, вперед. Все поняли? Задание понятно? Открываем Excel. И у вас есть… Вы можете работать с малыми группами, вам будет так проще, да, по два человека, вот так, как вы сидите, чтобы вам было проще разобраться. Пожалуйста, попробуйте разнести доходы и расходы Сергея для того, чтобы достичь его цели. Альтернатива, а покажите, пожалуйста, зрителям тот шаблон, который сейчас есть у ребят, да? Да, у ребят сейчас есть вот этот шаблон. Да, они используют данные задачи, которые мы предоставили. И здесь у них уже основные данные все внесены. Здесь внесены все данные, теперь они должны сопоставить их по датам, сопоставить их по доходам и расходам, по тратам и принять решение, да, в конечном итоге, обосновать это решение, предложить какие-то варианты. В принципе, это задание можно было выполнить просто в Excel, да, но сама программа, она предполагает различные шаблоны уже готовые, куда можем занести данные, да, и, соответственно, использовать их. Это несколько проще и удобнее, поэтому под нашу задачу было очень удобно использовать конкретно вот этот шаблон. Все возможности в Excel. Так, отлично. Ну что ж, пока ребята выполняют задание, у нас есть возможность ответить на вопросы из чата. Нам тоже присылают много вопросов наши зрители. Но и такой, наверное, самый простой, казалось бы, вопрос, да, и с другой стороны возникающий у наших учителей. А что же дает изучение финансовой грамотности? Что дает изучение финансовой грамотности? Финансовая грамотность открывает возможности для современного человека. Во-первых, да, самое главное, что грамотность, это прежде всего, это способность разбираться в каких-то вопросах, какие-то основные фундаментальные вещи, потому что, повторяю, опять-таки, все очень быстро меняется, и очень сложно иногда разобраться. Она дает понимание неких паттернов, да, то есть никаких таких флажков, некоторых вещей, которые делать, например, нельзя. Ну, например, там, допустим, приведу пример, если доходность каких-то инвестиционных операций очень высока, то необходимо сразу понимание того, что это какое-то мошенническое мероприятие, да, допустим, и человек финансово грамотный не будет даже рассматривать и анализировать это вложение, потому что вот финансовая грамотность – это то, что определяет сразу же на первом этапе, на первом этапе предварительного анализа такие вещи. Что еще дает финансовая грамотность? Финансовая грамотность дает некую свободу в своих действиях в будущем, потому что ты можешь использовать различные навыки, вот как сейчас мы, например, используем, но это как бы такой достаточно примитивный навык, но тем не менее он очень полезный навык, и еще раз повторю, я нечасто им пользуюсь, да, если бы я пользовалась, возможно, было бы намного проще что-то в финансовом плане у меня в моей личной жизни. Финансовая грамотность дает возможности мне что-то планировать в будущем, финансовая грамотность дает возможность мне быть более свободной, раскованной и использовать все финансовые инструменты, использовать все финансовые продукты, которые есть на финансовом рынке сейчас, потому что продуктов огромное количество, Иногда их бывает сложно использовать, потому что ты просто не знаешь, что это такое. У наших зрителей возникает много вопросов, связанных именно с возрастом. То есть с какого класса необходимо вводить такие уроки, такие занятия. Поскольку пособие, с которым мы сегодня работали, основа финансовой грамотности, оно в первую очередь ориентировано на 9-11 классы. Сегодня у нас здесь ребята из 10 класса работают с материалами. А все-таки с какого класса имеет смысл вводить такие уроки? Такие уроки, но мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся каким-то образом охватить и начальную школу в том числе, потому что есть понимание того, что основу финансовой культуры можно вводить уже в гораздо раннем возрасте, вплоть до дошкольного какого-то сегмента, когда детям в игровой форме дают понимание неких основ, которые будут потом превращаться в основу финансовой грамотности. Поэтому начальная школа подходит в том числе, и можно какие-то мероприятия в свободной форме проводить и понимание тоже давать. Я думаю, что так. Я только прокомментирую, что действительно уже со второго класса планируют вводить такие занятия для детей, как наладить экономику в семье. И сейчас в пилотных регионах проводятся вот такие факультативные пока занятия по основам финансовой грамотности, но планируется, что в дальнейшем будут заниматься этим и на предметах по обществознанию, и на уроках истории, географии, математики. То есть эти вопросы будут тоже разбираться. Ольга Викторовна, насколько я понимаю, что одна из ключевых проблем, которые сейчас у нас в стране существуют, это то, что наше население не понимает значимость финансового планирования. Вот каким образом в школе действительно этот вопрос поднимать и доводить до школьников, что важно планировать, планировать свой бюджет? Ну, я думаю, что даже не на уровне школы, на уровне семьи необходимо это понимать. И если сейчас достаточно сложно делать финансовое планирование в семье, а необходимо, то, может быть, необходимо и родителям тоже этим вопросом озадачиться и некие навыки финансового планирования демонстрировать в семье. Пособие, с которым мы сегодня работали, это может быть использовано не только учителями, но и родителями. Я думаю, что и для родителей там много будет интересных тем. Интересно, однозначно. Да, это точно. Наши коллеги спрашивают, где можно найти материалы, методические рекомендации. И я хотела бы прокомментировать, что в тот комплект, который был выпущен совместно с Банком России, входит учебное пособие, и в том числе электронная форма данного учебного пособия, рабочая тетрадь и методические рекомендации. Да, поэтому полный комплект, можно информацию о нем найти на нашем сайте, в сайте просвещения, поэтому заходите, смотрите, полностью комплект уже готов, выпущен. Итак, наши ребята пока сейчас. Да, возвращаемся или еще. Да, уже готовы они? Дорогие мои, вы готовы ответить на вопрос, повезет ли Сергею через полгода или нет? Да, Кристин, как считаете? Сейчас, секунду. Ну, пусть. Нет, нет, нет. Ну, если, ну, мы сделали анализ такой, и получилось так, что Сергей даже уходит в минус, то есть что у него расходы превышают его доход. Конечно, конечно. Так сделано было специально, да. И получается то, что если он захочет купить себе новый телефон, то ему нужно будет сэкономить на чем-то. Да, хорошо. А мы можем посмотреть вот расчеты, кто ребят готов продемонстрировать на экране? Даня, сможешь? Нет, я просто, именно тут у меня в том вопрос заключается. Так. Тут вот именно на практическое задание написано, что подарок бабушке на день рождения 1 февраля 5000 рублей, да? А в Excel тут уже дано то, что это как доход, или это как расход, вот что у меня вопрос. Бабушка подарила, это доход. А, я прочитала как расход. Нет, это не бабушке подарок, там маме подарок дарится, если я не ошибаюсь. А бабушка подарила Сергею на день рождения. Так, может, у кого уже расчеты готовы? Даня, ты можешь Кристину? Я могу помочь, да. Готовы? У нас, в смысле, есть, можете. Давайте. Попробуем сейчас увидеть. Так, смотрим. Вот, мы сделали первую, это доходы, например, финансовая помощь родителей, это 2500, подарок бабушке на день рождения, это 5000, и подарок родителей на день рождения, это 2500. В итоге у нас получилось то, что доход составляет 20000. Да. Вот, и расходы. То есть оплата репетитора по английскому языку, это 2000, это в неделю. Вот, куртка за 7000, ботинки за 3, подарок маме на день рождения 2500, концерт с друзьями 3000, и неопределенные расходы 3000, и в итоге у нас получается 20500 рублей. Так, ну хорошо, что в итоге выходит? Может ли Алексей себе что-то позволить? Если он не будет экономить, то ничего у него не получится, потому что он и так уже уходит минус за... На чём, да, хорошо, на чём он может сэкономить? Ну, мы так посоветовали и решили то, что, может быть, он будет купить себе куртку не за 7000, а немножко подешевле, там, тысяч за 5. Вот, и, ну, например, с друзьями, если он покупает билет, там, за 3000, около сцены, то он может купить билет за 1800, но немножко подальше. Хорошо, вариант, вариант, слушаю, да. А ещё можно, ну, получается, финансовая помощь родителям, можно с ними договориться, чтобы они, получается, за один месяц выдали, получается, 25 тысяч, как за два месяца, и просто в следующем месяце уже не выплачивать ему... Ну, да, Аня у нас собирается быть директором, да, каким-то управляющим, поэтому он сразу коммуницирует с родителями, правильно, да, сразу берёт дело в свои руки и договаривается о том, чтобы ему заранее выплатили эти деньги, которые родители выплачивают каждый месяц, да, ежемесячно. В таком случае, конечно же, Сергей может себе позволить телефон ровно через полгода, да. Есть ещё какие-то у вас комментарии у остальных? Есть. Да, слушаю, Ваня. Для того, чтобы скорректировать, да, ваш бюджет. Ну, я благодарю вас за вашу активную позицию, за то, что вы так здорово всё усваивали, за то, что вы поддержали, за то, что вы эту задачу решили. И хотела бы в будущем, чтобы вы не бросали навык составления личных финансовых планов, чтобы вы приумножали свой человеческий капитал, и чтобы вы были финансово грамотными и успешными людьми в будущем. Спасибо вам большое за занятие. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна. Ребята, ну что же, у меня один теперь только к вам вопрос. Будете ли вы теперь составлять личный финансовый план? Конечно. Я так думаю, что в этом вы даже можете поучаствовать и вместе с родителями, да, после сегодняшнего фрагмента урока предложить родителям составить вместе финансовый план вашей семьи. Он же может быть не обязательно личным, может быть и семейным, да, с учётом ваших интересов. Да, и возможно, вы чему-то научите родителей своих, да, что не исключено. Найдёте какие-нибудь резервы и научите их быть финансово грамотными. Ну что же, у нас, к сожалению, уже время подходит к завершению, да. Я хотела бы только обратиться к нашим экспертам, сегодня присутствующим в зале, и прокомментировать фрагменты урока. Пожалуйста. Да. Добрый вечер ещё раз, ребята. Ольга Викторовна, хочется сказать, что сегодня вы получили навыки составления личного финансового плана. Это очень полезные навыки, которыми вы, безусловно, должны поделиться, даже обязаны поделиться со своими родителями. Потому что, когда мы учились, мы учились и не знали о том, что мы можем каким-то образом что-то планировать, да, что-то откладывать. Мы делали всё это устно. Сейчас для вас множество различных программных приложений, продукты Excel и так далее, да. Ребят, ваше будущее за вами. Вы можете планировать, казалось бы, в условиях таких ограниченных ресурсов. Допустим, родители не так много вам дают, как вам хотелось бы, да, в месяц. Но если вы грамотно будете тратить деньги и уметь их экономить, вы сможете приобретать те вещи и позволять себе те мероприятия, которые вы запланировали. Будьте рациональными в своём выборе. Спасибо. Замечательный урок. Конечно, тоже хотела бы сказать о полезности и важности данных навыков. Их непременно нужно приумножать. Приумножать, так же, как вы говорили о своём человеческом капитале, да, эти знания нужно, конечно, совершенствовать. Пока это всё на таком очень примитивном уровне, вы сами понимаете, всё происходит, да. Затем, чтобы стать финансово грамотным, по-настоящему финансово грамотным, нужно изучить ещё очень многие моменты. Ну, это старт, ребята. Это старт, но он очень полезный. И вот это ваша записка, которая, да, у вас где-то в кармашке находилась. То есть я рекомендую вам сейчас составить свой личный финансовый план для того, чтобы выйти на результат. Потому что самое главное в финансовом планировании – это, конечно же, достижение результата, да. Вы будете себя уважать, да, если вы выполните эту цель, то есть если вы дойдёте до этого результата. Ну, а родителям я хотела бы посоветовать, конечно же, вовлекать вот этот процесс своих детей, и контролировать, контролировать их расходы, контролировать доходы и изучение. Изучение вот этого предмета, я могу уже называть, что, назвать финансовую грамотность действительно предметом, очень важным для жизни. И, конечно же, мы хотим увидеть в дальнейшем новое поколение, которое уже приумножит и улучшит вообще нашу жизнь, наше государство и так далее. Успехов, ребята! Спасибо! Спасибо! У меня пара слов. Обобщите такой вот прекрасный урок, который сегодня уже финансовая грамотность – это уверенность в будущем. Большое спасибо! Спасибо! Ну что же, ребята, я надеюсь, что мы добавили немножко вам уверенности в будущем, но вы будете дальше над этим работать. Хочу зачитать только ещё один комментарий, последний комментарий из чата. За один урок столько материалов, фантастика, дети, видимо, уже имеют экономическое образование. Что, ребята, признавайтесь, есть у вас экономическое образование. Я думаю, что это только впереди, да, может быть, некоторые действительно выберут именно этот путь. Вот, а мы желаем вам успеха, и я надеюсь, что нашим коллегам сегодня было интересно. Мы продолжим эту серию, и я думаю, что через месяц снова вернёмся к теме финансовой грамотности. До встречи! Спасибо! Спасибо!